Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Даже можно сегодня сказать за прошедшие двое суток. За выходные довольно много воды утекло, точнее натекло, так как наводнение в России продолжается и даже в некоторых областях набирает обороты. Ну и на фронте тоже произошло много событий. Плюс неудачная, будем так говорить, попытка Ирана начать прямое боевое столкновение с Израилем, которое провалилось. Об этом и о других вещах поговорим более подробно дальше. Ну а начать я хочу с нескольких объявлений. Первое объявление будет это о юридической кампании, о которой я говорил вам в субботу. Которое проводит или обеспечивает юридическое сопровождение для военнослужащих и членов их семей в решении любых вопросов. Вопросов, особенно у них богатый опыт в вопросах решения или продвижения через нашу бюрократическую машину выплат военнослужащим, как боевых, так и за ранения, так и семьям погибших за компенсации, за потерю кормильца или потерю родственника. Поэтому еще раз напоминаю, реквизиты этой юридической кампании находятся в описании к этому видео. Вы можете посмотреть, перейти на сайт, зарегистрироваться и с вами свяжутся. Или вы можете самостоятельно набрать, изложить свой вопрос и вам скажут или помогут его решить. Консультация бесплатная, особенно для зрителей моего канала. Далее, также хочу напомнить и выразить слова благодарности всем зрителям, которые продолжают донатить для закупки комплектующих и производства дронов волонтерским фондом Незламни Сердца для наших словетных бригад. Очередная нарезка, сегодня вы увидите очередную нарезку уничтожения вражеской техники и личного состава врага. Это те дроны, которые были закуплены и созданы благодаря той доброте и щедрости, которую вы проявили и задонатили на счета волонтерского фонда. И ребята их купили, произвели и отвезли на фронт. Военно-полевые поездки волонтеров осуществляются очень часто. Поверьте, партии сейчас, когда производство уже налажено, когда это поставлено на конвейер, на поток, дроны идут постоянно. Все зависит, скорость и объемы сборки зависят от того, насколько мы с вами задонатим. И насколько будет финансовая возможность этой организации по закупкам и производству дронов. Плюс параллельно решается очень много гуманитарных вопросов фондом «Незламные сердца» для наших военных именно на линии фронта. Они занимаются исключительно нашими подразделениями и частями, которые ведут боевые действия против нашего врага, защищая нас с вами там на нуле. Поэтому продолжаем донатить. Смотрите результат ваших донатов, как уничтожается враг на нашей территории. И не забывайте, что дроны как патроны, их много не бывает. Ну а мы переходим к оперативной обстановке за прошедшие сутки. И надо отметить, что в прошедшие сутки боевая активность немного спала. И произошло на линии фронта 54 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных, 85 авиационных ударов и совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта. Начали попадать под обстрел уже населенные пункты на Сиверском выступе. И сам город Сиверк уже подвергается обстрелам расширской артиллерии и ударам расширской авиации. В результате этих террористических атак со стороны расширских войск, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили как жилой фонд, так и другие объекты гражданской инфраструктуры. За прошедшие сутки авиационные удары расширской авиации наносились в основном по населенным пунктам в Сумской области, Харьковской области, Луганской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 100 населенных пунктов, и это вся линия соприкосновения Украины и Аркастана. Это государственная граница Черниговская, Сумская, Харьковская область. Это линия фронта Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся с вами по оперативным направлениям. И начинаем мы, как обычно, с севера, Волынское и Полесское направление. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений, она стабильна и контролируема. Больше пока что северный вождь, самопровозглашенный, никаких политических заявлений не делал. Армия его продолжает проводить учения по внезапной проверке боевой готовности войск. Также отрабатываются вопросы мобилизации. Но изменений в качественном составе войск, которые находятся на прикрытии границы и формировании каких-либо группировок войск, на сегодняшний день мы на территории Беларуси не наблюдаем. Далее у нас идет северское и слобожанское направления. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную, пытается, точнее, проводить диверсионно-разведную деятельность с заброской диверсионно-разведных групп на нашу территорию. И проводит, самое страшное, это то, что враг проводит огневое воздействие по нашей территории, в основном по населенным пунктам, потому что войска он достать не может, а населенный пункт, его никуда не спрячешь. И это, будем так говорить, практически враг используется в качестве мишени. Они планомерно стирают с лица земли наши населенные пункты, убивают гражданское население. Кстати, нам никто почему-то уже даже не высказывает там озабоченности, соболезнований, как это происходит с другими странами, когда там происходит конфронтация. Здесь уже это, к сожалению, величайшим воспринимается как обыденность, как суровые фронтовые будни, хотя мы несем потери в гражданском населении, что является военным преступлением. Но Россия не брезгует ничем. Поэтому они продолжают обстреливать и приграничные области, и это Черниговскую, и Сумскую, и Харьковскую, и город Харьков, и наши прибрежные города Николаев, Херсон и Одессу. То есть практически по всему побережью Черного моря. А в остальном здесь обстановка остается на северском и слобожанском направлениях такая же, без особых изменений. Ситуация не меняется ни в лучшую, ни в худшую сторону. Колеблется только количество обстрелов и порядок применения авиации. Враг иногда по всем трем областям применяет авиацию, я имею в виду на северо-востоке, а иногда применяет авиацию выборочно по какой-то одной из областей. Далее у нас идет уже линия фронта, где непосредственно точатся боевые действия и в Купинском и Лиманском направлениях. Здесь опять генеральный штаб их объединяет. Кстати, вот тут очень интересно можно сделать вывод, что наконец-то складывается ситуация, когда расистская армия начинает походить на Тришкин кафтан, который уже мал. И они не знают этот кафтан куда натянуть. Судя по всему, Купинское и Лиманское направления, тут уже которые сутки враг не проводит наступательных и штурмовых действий, здесь все сводится к позиционным боям, перестрелкам и обменам артиллерийскими ударами между нашими войсками и расистскими оккупантами. Это говорит о том, что часть сил и средств Купинского и Лиманского направления враг перебросил все-таки на другие направления, в частности на Бахмутское направление. И мы видим, что наш генеральный штаб, часть Лиманского направления, то есть Белогоровка и все, что южнее Белогоровки Луганской области, относит уже к Бахмутскому направлению. Здесь продолжаются наступательные действия и теперь Бахмутское направление расширилось, включая вот этот северский выступ и заканчивается теперь Бахмутское оперативное направление. Враг всеми силами пытается прорвать нашу оборону на Бахмутском оперативном направлении, мы плавно к нему перешли. Но несмотря на то, что всего было 10 атак предпринято противникам за прошедшие сутки, за воскресенье, но тем не менее ожесточенность боев на Бахмутском направлении она просто зашкаливает. Боевые действия ведутся на всем протяжении линии фронта на этом направлении. Начиная от Белогоровки, дальше Верхнекаменское, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка. К сожалению, надо констатировать факт, что врагу удалось подойти вплотную к Часовому Яру. Мы уже говорим о крайних домах и улицах самого Часового Яра. Но он довольно имеет интересную конфигурацию, поэтому город немножко вытянут с востока на запад, поэтому это еще не основная часть города. Это враг приблизился к микрорайону, так называется Новый микрорайон. И там вот первые бои на окраинах Часового Яра уже завязываются сейчас. Ну и в районе Новобахмутовки тоже враг имел частичный успех и продвинулся в направлении Очередоватого. Они движутся вдоль железной дороги, пытаясь как можно глубже вклиниться в нашу оборону. Кстати, наше военное руководство сообщает о том, что якобы новый дедлайн в российских войсках, ну очень похоже на то, что, помните Бахмут, да, тоже было взять к такому-то числу, сколько раз переносилась эта дата, в конечном итоге они там хотели его взять к 9 мая. Вот сейчас то же самое происходит с Часовым Яром. Взять к 9 мая, взять любой ценой, я так понимаю, что это на основании данных нашей разведки, расистское высшее военно-политическое руководство поставило такой дедлайн для расистских войск. Взять Часов Яр любую ценой к 9 мая. И враг пытается сосредотачивать все усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец, Донбасс и овладении населенным пунктом Часов Яр. Создание условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию. Вот такая вот приблизительно задача. Ну, в принципе, она и читалась на карте, когда они начали вот эту Часов Яр, наступательную операцию на Часов Яр. Так, наверное, правильнее будет сказать. В принципе, это предполагалось, что она будет... Я считаю, что она уже началась, это наступление. И теперь наша задача провести успешную оборонительную операцию по удержанию этого населенного пункта. Он вообще город на холмах, я уже вам говорил, местные так его даже называют. Это господствующие высоты во всей этой окрестности, которые позволяют контролировать огнем, особенно артиллерии, контролировать довольно большую территорию. Ну, и в том числе, фактически, с Часов Яра артиллерия может доставать до Дружковки, Константиновки, а это и есть выход на вот эту агломерацию Краматорск-Славянск. Ну, кстати, также по характеру боев в этом микрорайоне или районе Новой Часов Яра, там отдельные группы пехоты противника, они вышли в этот микрорайон на первые улицы, к первым домам. Ну, а дальше наша артиллерия и FPV-дроны проводят мероприятия по их ликвидации. Что нам успешно удается, и поэтому мы продолжаем контролировать этот микрорайон, и оговорить о каком-либо закреплении врага, там вообще этой речи не идет. Просто несколько штурмовых групп пробралось, добежали, будем так говорить, до этого района, где они были уничтожены. Также, для того, чтобы адекватно отреагировать на ситуацию вокруг Часового Яра, наше военное командование провело мероприятия по укреплению обороны наших войск на этом направлении. Были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами и средствами радиоэлектронной борьбы. То есть, в принципе, на этом оперативном направлении, в плане обеспечения войск, ну, насколько я понимаю, со слов наших, точнее, из содержания заявления нашего генштаба, тут проблем нет. Далее идет у нас Авдеевское направление, и тут продолжаются тоже довольно активные боевые действия, несмотря на то, что количество атак тоже небольшое, 8 атак всего было предпринято противникам на этом направлении. Основные боестолкновения происходили в районе Новобахмутовки, Уманская, Новокалинова, Первомайского и Нитайлова. И тут, ну, тут надо отметить, что стойкость обороны наших войск высокая, и линия фронта за выходные дни не изменилась. Все попытки врага атаковать наши позиции оказались безуспешными. Атаки были отбиты, враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Далее мы, ну, это серединка, как я вам говорил, здесь враг поджимает наши позиции, но не так яростно, как на Бахмутском или Новопавловском направлении. Вот Новопавловское направление, тут силы обороны 16 раз отбивали атаки противника, то есть 16 было попыток прорвать нашу оборону. При этом надо отметить, что основная масса авиационных ударов приходится именно на Бахмутское и на Новопавловское направления. Тут наибольшее количество применения расистской авиации, плюс довольно высокое сосредоточение расистской артиллерии для ведения огня по нашим войскам. И на Новопавловском направлении Красногоровка-Новомихайловка, здесь два вот этих населенных пунктов, точнее два района этих населенных пунктов являются самыми горячими на этом направлении, где и враг пытался проводить атакующие действия. Еще надо отметить, что продолжаются бои в районе Старомайорского, тоже враг не успокаивается и пытается атаковать наши позиции. Но опять же отмечу, что на Новопавловском направлении тоже ситуация, хоть и крайне тяжелая, но она контролируемая нашими войсками и линия фронта за прошедшие выходные, линия фронта не изменилась. Наши войска удержали все свои позиции и отбили все атаки врага. Далее идет Ореховское направление. Тут рашистские захватчики 9 раз атаковали позиции наших войск. В основном атаки были сосредоточены в районе Работиного. Они пытаются закрепиться. Никакого окружения нет. Кстати, команда Дипстейт опровергла все подачи информации некоторыми каналами в социальных сетях о том, что Работина угрожает окружению. Нет. Работина продолжает сражаться, как я вам и объяснял перед выходными, что там фактически города, населенного пункта нет. Это каменная пустыня. Практически все разрушено. Что происходит? Происходят прорывы штурмовых групп, то, что осталось от Работина. И как только они туда прорываются, там начинает работать наша артиллерия и FPV-дроны. Подразделения с FPV-дронами. На сегодняшний день ни одна из групп, прорвавшихся в Работина, не смогла закрепиться там. Почему? По одной простой причине. Их ликвидируют. Вот так. Никто. И никто не вышел из Работина. Вот из расистских войск, которые прорвались в Работина, никто не вышел оттуда. Они все там и остались. Там уже скоро будет могильник техники расистской, на которой они пытаются прорываться в Работина. Ну и соответственно количество убитых расистских солдат, там тоже оно просто зашкаливает на сегодняшний день. Недаром с этого направления была снята воздушно-десантная дивизия расистская, которая там почти год, да, они там проводили, они бились в попытках выбить наши войска или прорвать нашу оборону, чтобы срезать этот Работинский плацдарм. В результате эта дивизия просто сточилась от нашей позиции, потеряв боеспособность, выведена расистским командованием на перегруппировку и доукомплектование. Вот такова вот сета. Поэтому Работинский плацдарм продолжает сражаться. Да, там очень тяжело держать оборону, потому как он довольно небольших размеров. Если помните, когда его летом прошлого года, когда этот плацдарм формировали, была главная задача углубить его хотя бы до 20 километров и расширить до такой же, тоже до 20 километров. Для чего? Для того, чтобы не было перекрестного огня расистской артиллерии. Сейчас, к сожалению, он был 10 на 10. То есть он находится под перекрестным огнем расширской артиллерии, но тем не менее наши войска удерживают этот плацдарм и наносят еще довольно ощутимое поражение расширским войскам. Они его хотят срезать для того, чтобы восстановить так называемую линию Суровикина. Это восстановить те рубежи этой линии обороны, которые мы прорвали. Фактически мы стоим, бои ведутся сейчас. Самая южная часть этого плацдарма это основная линия обороны, там ведутся бои. Вот они хотят отбить нас от этой линии, вернуть себе первую линию и восстановить линию обеспечения под тем участком местности, которые были на июнь 1923 года. Поэтому там ожесточенные бои, но Работина продолжает сражаться и плацдарм находится, как и был, под нашим контролем. Линия фронта на Ореховском направлении за прошедшие двое суток не изменилась. Далее остается у нас Херсонское направление. Здесь продолжаются бои на левом берегу. Враг пытается все-таки сбросить наши войска в Днепр, но ничего у него не получается. И количество атак было меньше, чем обычно. Четыре штурма были предприняты вражескими войсками наших позиций. Но ни один из штурмов не увенчался успехом. Наши войска отбили все штурмы, враг понес потери и отошел на исходные рубежи. Плацдармы на левом берегу Днепра на Херсонском направлении продолжают сражаться, продолжают пытаться наращивать свои боевые потенциалы и наносят максимальный урон рашистским войскам. Два слова надо сказать об оккупированных территориях. Там тоже происходят определенные события. Вы знаете, что в Луганске мы накрыли базу ремонтную. Накрыли их с помощью ракет, которые выпускала наша авиация. Предположительно, ракеты были Storm Shadow. Они достают туда. Там, судя по взрывам и потом долго продолжающемуся пожару, то есть характерный черный дым для горения нефтепродуктов, там была ремонтная база, скопление техники и склады. Склады, я так понимаю, с горюче-смазочными материалами. Но на вот эта атака ракетная, чем она отличается от всех остальных и почему на нее стоит обратить внимание, на мой взгляд, потому что рашистские военкоры подняли вой о том, что ракеты были не того калибра. Местные наблюдатели утверждают, что форма ракет, которые летели на Луганск, отличалась от тех, которые они видели раньше. Кстати, по Луганску и прилетали ракеты Storm Shadow уже неоднократно, так что они действительно знакомы. С нашей стороны нет никакого объяснения, никакой реакции, поэтому я думаю, что может быть у страха глаза велики. В любом случае, любой огневой удар по противнику оценивается по результатам. Здесь я скажу, что удар удачный. Не важно, были ракеты другого калибра или того же калибра. Важно то, что они достигли своей цели и ударили именно в этот военный объект. Не по жилым кварталам, как это делают расширские оккупанты в наших городах, а именно по военному объекту, где была выведена из строя техника, ремонтная база и склад горюче-смазочных материалов. Так вот, еще одна новость, об этом сообщает наш генеральный штаб, я так понимаю, опираясь на данные нашей разведки, на Запорожской атомной станции, опять она... Видите, не может Россия... Рашисты ничего не могут сделать с нашими войсками. Они выдохлись, они буксуют. Да, у них есть частичные успехи, но я уже объяснял, они обусловлены... Вот эти продвижения вражеских войск в основном обусловлены тем, что у нас недостаточно современного оружия для того, чтобы просто перемолоть вот эту массу, людскую массу, которую они гонят в бой, действительно, на убой, как на скотобойне, и таким образом они просто выдавливают эту территорию. Они выносят позиции с помощью КАБов, с которыми тоже сегодня у нас недостаточно средств, чтобы бороться с рашистской авиацией, плюс артиллерия и плюс вот эти людские волны, штурмы, бонзай-атаки, как только они... Причем дефицит уже даже в бронетехнике, об этом уже даже пишут все западные издания, потому что был инцидент атаки на Уралах. То есть Урал использовался как транспортная... Не бронемашина, не БМП, не БТР, не танк, а атака на Уралах. Они на двух Уралах мчались к рубежу спешивания, максимально близко к нашим позициям, чтобы довести пехоту, которая потом пыталась начать штурм. Естественно, и оба Урала, и вся пехота были уничтожены нашими войсками. То есть они из-за того, что фронт буксует, и видите, какие они часа в яр, при всем, как бы это не Краматорск, это не Славянск, они бы хотят взять к 9 мая, чтобы показать, что хоть какие-то достижения на линии фронта есть. Но Россия продолжает пытаться размахивать ядерной дубиной. Продолжает. Вот этот ядерный шантаж... Вообще, конечно, это нонсенс. Мировое сообщество делает вид, что высказывает только озабоченность, глубокую озабоченность, крайнюю озабоченность высказывает. Организация Объединенных Наций, вообще бесполезная организация. В руках террористов, рашистских оккупантов, находится самая крупная в Европе атомная станция. Сейчас, в связи с окончанием отопительного сезона, когда не надо подавать тепло в город Энергодар, они перевели все 6 реакторов. Четвертый реактор был переведен в режим холодной остановки. Станция находится в режиме холодной остановки. Но судя по тому, что персонал сократился в несколько раз, часть персонала вообще привезенная из РФИ, из Росатома. То есть там система безопасности, она пока что работает в автоматическом режиме, как нас пытается уверить глава МАГАТЭ Гросси. Но насколько там ситуация контролируемая со стороны оккупантов, вот здесь возникает очень много сомнений и вопросов. Так вот, наш генштаб получил разведданные, что расистские оккупанты готовятся к проведению операций под чужим флагом. То есть что это значит? Это значит, что они скорее всего оденут нашу форму и постараются сделать какую-нибудь очередную провокацию на Запорожской атомной станции, показывая, что это вроде бы как сделали вооруженные силы Украины. Так вот, только за последние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить ответственность за использование беспилотников для атак на объекты атомной станции. Помните, да, мы с вами разбирали, я вам объяснял, что мы же не идиоты, бить по атомной станции, своей же атомной станции, потом получить на всю жизнь радиоактивное заражение. Это сознательные действия расистской армии, которые продолжают вот эту практику шантажа Украины и всего международного сообщества риском катастрофы на Запорожской атомной станции. Так что наш генеральный штаб на основании разведданок предупреждает все мировое сообщество о том, что Россия может готовить операцию под чужим флагом, под флагом Украины, с целью создания аварийной ситуации на Запорожской атомной станции. Вот такая вот там довольно сложная обстановка. Далее, за прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кстати, надо отметить, что последнюю неделю мы наблюдаем как минимум двухкратное увеличение применения нашей авиации, что не может не радовать и говорить о том, что значит есть боеприпасы, значит наши партнеры дают нам возможность применять боеприпасы по объектам врага. И это очень хорошо, что авиация не простаивает, а наносит огневое поражение врагу, даже в том составе, в котором она у нас сегодня еще и пока что есть. Надеемся, что через два месяца мы начнем получать действительно западного образца самолеты, я имею ввиду F-16, которые будут уже решать более серьезные, более глобальные задачи. И задачей номер один у них это будет достижение паритета, а впоследствии превосходство в воздухе. Ну, наверное, начнем с отдельно взятого оперативного направления, а потом уже по всей линии фронта. Все будет зависеть от количества самолета. А вот ракетные войска и артиллерия наши за прошедшие сутки нанесли поражение по пяти пунктам управления войсками противника разного уровня и по одному составу боеприпасов врага. За прошедшие сутки потери, вражеские потери на линии фронта составили в личном составе 770 оккупантов, в технике и вооружении в танках 6 единиц, в боевых бронированных машинах 31 единица, в артиллерийских системах 41 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 31 единица, ракеты различного класса и типа 3 единицы, автомобильной техники 51 единица и специальной техники 3 единицы. Вот такие потери суммарно понес враг на всех оперативных, на линии фронта от Сватова до Олешек. И такая сложилась военная обстановка на всех оперативных направлениях и на линии фронта в Украине. Далее мы, сегодня понедельник, сегодня мы попробуем, точнее не попробуем, а я, как обычно, оглашаю, оглашаю итоги потерь вражеских войск на нашей территории за прошедшую неделю, с 7 по 14 апреля. Так вот, с 7 по 14 апреля силами обороны Украины уничтожены на территории нашей страны уничтожены личного состава около 6 140 человек, оккупантов, извините. 6 140 оккупантов. Вот такие, это практически мотострелковая дивизия. Существенные потери понесли вооружение и военная техника рашистских войск. За неделю было уничтожено танков более 100 единиц, боевых бронированных машин 214 единиц, артиллерийских систем 236 единиц, реактивных систем залпового огня 10 единиц, установок ПВО различного типа 9 единиц, автомобильной техники уничтожено 388 единиц, и специальной техники уничтожено 41 единица. При этом, кроме этого, точнее, наши защитники уничтожили 25 вражеских ракет и 279 беспилотников оперативно-тактического уровня типа «Шахет». Так что на сегодняшний день, еще раз повторюсь, за неделю, за прошедшую неделю, 6 140 оккупантов личного состава и 1300 с лишним единиц техники вражеской уничтожено на линии фронта. Вот такие потери несет враг в нашей стране. При этом, ну, видите, к сожалению, я так понимаю, для расистской армии или для расистской федерации это не является болевым порогом. То есть им на это наплевать. Они продолжают оккупацию и попытки захвата наших территорий. Далее надо пройти, появилось сообщение нашей разведки о том, что на аэродроме Оленья сосредоточено 4 борта Ту-95МС, которые уже заряжены ракетами. Они прибыли в Энгельс, там были подвешены ракеты типа Х-101, Х-555, и они передислоцировались, опять вернулись на аэродром Оленья. Всего на аэродроме находится порядка 18 бортов в стратегической авиации Рашистской Федерации. Так что, я так понимаю, что в ближайшее время может быть вероятность нанесения массированного ракетного удара по нашей территории со стороны Рашистской Федерации. Ну и немножко пару слов мы поговорим с вами о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг нашей страны. И в нашей стране в том числе. Ну, конечно же, главное событие выходных это в ночь с воскресенья на понедельник Иран пытался атаковать, пытался, сейчас объясню почему так говорю, атаковать Израиль своими ракетами и шахедами. Было применено более 300 ракет и дронов. Это 320, если быть более точным. Это уже генеральный штаб ЦАХАЛ армии обороны Израиля подсчитал эти цифры. Почему говорю неудачным? Потому что тут, кстати, очень первый вывод, который можно сделать, и он главный. Ну, во-первых, Иран, очевидно, тоже, думаю, придет к этому, пришел уже к этому выводу, что они не готовы к войне с такой страной, как Израиль. Почему? Потому что вооружение Ирана показало очень глубокую отсталость. Да, у них есть баллистические ракеты, да, у них есть шахеды, и есть крылатые ракеты, но их вооружение очень сильно отстает. Кстати, я думаю, что Иран неспроста нанес этот удар. Скорее всего, Иран нанес этот удар, это за 40 лет впервые прямое нападение Ирана на Израиль, а не с помощью своих прокси, и так далее, как они это делали постоянно. Но, тем не менее, скорее всего, под давлением и уговорами Рашистской Федерации Иран сделал такую попытку, на что получил вот такой жесткий отпор. Большинство воздушных целей были запущены с территории самого Ирана. Соединенные Штаты, Британия и Ордания, помогали, и Франция еще почему-то здесь, и помогали отражать эту иранскую атаку. Была задействована вся система ПВО Израиля, она многоуровневая, глубоко эшелонированная, многоуровневая, плюс применение авиации. Вот, кстати, надо сказать, что для нас это показательно, как должна работать система ПВО страны с применением авиации. Здесь просто Британия, США и Ордания, они помогли по количеству объектов воздушного нападения уничтожать Израилю. И начиная с территории Ирака, уже уничтожила, истребительная авиация уничтожала крылатые ракеты и дроны. Плюс, там, где была возможность, уничтожали и баллистические цели, потому что комплексы Патриот, комплексы «Праща Давида», «Ароу-3», они могут работать с самолетами, и самолет либо наводит системы, либо, наоборот, система наводит самолет. Так что, все в ком, 99% всего сбито. Ущерб от удара минимальный. Несколько ракет попали в районе авиабазы армии обороны Израиля, при этом пострадавших нет, и ущерб от попадания этих ракет в район базы незначительный. Так сообщает нам генеральный штаб ЦАХАЛ. Кстати, думаю, сейчас и еще подтверждение того, что Иран понял, насколько они глубоко отстали от современного, в плане вооружения, современных видов вооружения. Сразу же представители Ирана в Организации Объединенных Наций при поддержке российского представителя начал прикрываться 55-й статьей Устава ООН, что якобы они это ответный удар, что это самооборона после нанесения удара израильской авиации по консульству Ирана в Дамаске. Вот. И Россия тоже там пыталась как бы попозорить западный мир, что ай-яй-яй, как же так, дип-представительство и которое является согласно Женевской конвенции неприкосновенным, вдруг подверглась нападению. Поэтому удар возмездия. И обратите внимание, что представитель Ирана сразу же сказал, что инцидент исчерпан, мы все, мы больше не хотим, чтобы, не дай бог, будет ответный удар, мы не знаем, что с ним делать. Потому что ПВО Ирана такое же устаревшее, как и ракеты. Ну, примерно, как минимум, на одно поколение оно хуже, чем, допустим, ракетные войска или ракеты и крылатые и баллистические, которые есть, допустим, на вооружении Израиля или Соединенных Штатов. Кстати, Соединенные Штаты в данном случае выполняли свои союзнические обязательства, они прямые союзники с Израилем и не воевали за своего союзника. Британия, Иордания защищала сама себя, потому что у нее там ситуация двойственная, такая сложная политическая между Ираном и Израилем. Поэтому они тоже сбивали, но больше, скорее всего, в своих интересах, чем в интересах, допустим, Израиля. Ну, а Британия не могла оставить своего партнера Соединенные Штаты, ну, и, думаю, Израиль тоже без своей поддержки. Поэтому приняла участие в отбитии этой атаки. И вот даже несмотря на то, что Иран обкатал свои технологии, на нас, на украинцах, потому что Россия пользуется, посмотрите, Россия уже даже развернула собственное производство шахедов, называя их, поменяв название, называя их Герань-2, но при этом мы же все прекрасно понимаем, что это шахи один в один, это шахед. Тем более, что даже часть комплектующих до сих пор приходит, Россия даже не в состоянии освоить мелкоузловое производство и сборку этих шахедов. Все равно везут из Ирана. комплектующие. Всего было 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Также, что делает еще, ага, еще надо отметить, как манипулируются понятиями насчет того, что консульство было разбито, консульство в Дамаске. Дело в том, что Израиль регулярно наносит по представительствам или по военным объектам в основном корпуса стражей исламской революции, который располагается в Сирии, который запускает к себе Башараса, тоже такой же террорист, который держится у власти только благодаря на штыках Рашистской Федерации за счет Рашистских войск. Они создают там центры на территории Сирии, куда свозится оружие, где работают инструкторы, туда приезжают боевики Хамас и Хезбаллы, а это официально признанные, всемирно признанные террористические организации, они проходят подготовку там на территории Сирии под руководством вот этих инструкторов и стражей и после этого забрав партии оружия, переправляют их всеми правдами и неправдами на территорию сектора Газа отправляли и на территорию Ливана, а потом применяют их против Израиля. Ну мы знаем как они это делают с помощью системы туннелей, которая была раскрыта сейчас под сектором Газа и защищается силами обороны Израиля. И так вот, когда консульство, российский представитель же не рассказал, что это консульство было превращено командованием корпуса стражи исламской революции в военный объект, это была практически военная школа, там велась разведывательная деятельность сбора и обработка информации, там велась подготовка инструкторов, там находились под дипломатическим прикрытием находились исключительно военные инструкторы и военное командование, которое руководит и которое курирует вот эти террористические организации Хамас и Хизбалла. Вот почему туда был нанесен удар. Но теперь испугавшись ответного удара сейчас все понимают что Израиль ответит. Я думаю что Израилю просто нельзя это будет политический проигрыш если они не ответят на этот удар. Сейчас генеральный штаб Цахала разработал несколько вариантов ответных ударов и вплоть до того что есть вариант который не предусматривает прямого нанесения удара по территории Ирана. даже такой вариант разрабатывается и сейчас вот сегодня буквально правительство Израиля рассматривает эти варианты генеральный штаб армии обороны Израиля передал их на рассмотрение правительства то есть пока мы с вами пока я записываю этот ролик или вы его смотрите может быть израильское правительство уже пришло к какому-то решению и удар может быть нанесен в любой момент хотя Белый дом опять же реагирует на это Джо Байден в телефонном разговоре как заявляет СНН убедил премьер-министра Израиля не отвечать ответным ударом по Ирану сегодня вы победили ничего серьезного в Израиле не пострадало заявил президент США поэтому поэтому он просил Нитаньяху не наносить ответный удар по территории Ирана но израильские официальные лица полагают что ответ Ирана не будет произведен сразу то есть они подготовятся и когда и куда они его нанесут я думаю мы узнаем с вами в ближайшие дни далее сразу скажу что конечно же нам хотелось бы иметь такую же систему ПВО как у Израиля с одной стороны с другой стороны я вам скажу что на построение такой системы Израиль потратил практически 30 лет главный толчок был война в Персидском заливе когда Саддам Хусейн обстреливал ракетами скат и они поняли что если они не начнут срочно создавать систему практически с нуля то они не защитят свою страну и тогда пошли сразу несколько разработок в том числе и Железный купол в том числе и Ароук 3 и в том числе Праща Давида также Хэт тоже разрабатывался вот за эти 30 лет в результате вложив деньги я скажу что в общем это по стоимости несколько десятков миллиардов долларов Израиль это сделал практически за свои деньги и они создали вот ту систему противоракетной и противовоздушной обороны которую мы сегодня увидели в ночь на воскресенье мы с вами увидели в действии когда из 320 объектов воздушного нападения 99% было сбито 99% то есть 3,5 объекта так грубо говоря 3,2 воздушных объекта нападения достигли своей цели и то попали не в саму точку прицеливания а отклонившись от нее то есть в район вот этой военной базы которая расположена там по моему она на краю пустыни она расположена если не в самой пустыне это военная база поэтому это кропотливый труд самого Израиля и полностью его финансирование и заслуга да обмен технологиями конечно же был да совместные разработки принимали участие различные фирмы кроме израильских но тем не менее вот так надо готовиться так надо строить глубоко эшелонированную оборону противовоздушную противоракетную оборону плюс надо иметь союзников не партнеров как у нас а союзников которые подняли авиацию и сражались в небе крыло к крылу сражались в небе сбивая средства воздушного нападения на территорию своего союзника чтобы они не попали вот поэтому вот такие вот а мы пока что к сожалению вынуждены обращаться за помощью к нашим партнерам и сегодня ведутся усиленные переговоры опять тема закрытия нашего неба очень актуальна мы понимаем что это можно сделать ну хотя бы хотя бы в какой-то степени не на 100% не на 99% но хотя бы в какой-то степени усилить нашу систему ПВО и вот первым откликнулась Германия Германия срочно передаст Украине еще одну систему ЗРК Патриот и плюс ракеты к тем системам которые они уже передавали об этом говорится в официальном пресс-релизе Бундесфера в связи с дальнейшим увеличением авиаударов РФ против Украины федеральное правительство решило усилить украинскую ПВО по просьбе нашего правительства и в координации с нашими союзниками Германия передаст Украине еще одну огневую единицу Патриот в дополнение к уже поставленным и еще планируемым системам противовоздушной поставленным и еще планируем поставки системам противовоздушной обороны я напомню на минуточку сегодня Бундесфер отдал 25% своих систем ПВО Украине это имеется ввиду из Патриотов то есть четверть того что у нас то что у нас есть это четверть от того что имел Бундесфер до начала вторжения российских войск в Украину а такие системы как ИРИСТ на сегодняшний день Украина получает я напомню что мы получаем эти системы прямо с завода ни одной системы ИРИСТ нет на вооружении Бундесфера они только ожидают все системы уходят сейчас в Украину правда она противовоздушная она не противоракетная она среднего радиуса действия хотя к нему есть уже данные что к ИРИСТ разрабатывается ракета на 180 километров но будет ли она противоракетной системой пока что сказать довольно довольно трудно далее на Хмельницкой атомной станции это уже можно как бы в целях безопасности информация придерживалась для оповещения сейчас об этом заговорили в полный голос Соединенные Американские компании совместно с компанией Энергоатом нашей украинской начинают строить два атомных энергоблока АЭР или АИП тысячу водно-ядерные реакторы с использованием в самых передовых технологиях пассивной безопасности проектная мощность одного реактора тысячу тысячу сто мегаватт то есть один и один гигаватт даже на сто мегаватт больше чем наши атомные наши гигаваттники здесь тысячу здесь один и один гигаватт мощность там на Хмельницкой атомной есть такие возможности так вот первые кубы бетона под два этих реактора уже на сегодняшний день залиты и стройка пошла стройка начинает двигаться полным полным ходом сколько займет строительство пока трудно сказать но два гигаватта в нашей энергосистеме это огромное подспорье тем более станции находятся недалеко от Европы там неподалеку Бурштиновый остров это точка входа или точка соприкосновения энергосистем Украины и Европейского Союза так что я думаю здесь у нас перспективы довольно светлые и есть что есть куда двигаться дальше так что тут уникальная особенность этих типов реакторов является то что они могут маневрировать мощностью вот старые те реакторы которые сегодня у нас работают там проблема помните мы говорили когда был нанесен этот удар по Днепровской ГЭС по Трипольской ГЭС ТЭЦ точнее когда начали расисты выбивать стала проблема почему отключение потому что атомная станция не может быстро реагировать на изменение мощности и вот эти тепловые и гидроэлектростанции они предназначены для прохождения пиковых нагрузок они помогают потому что если пиковая нагрузка превышает ту мощность на которой работает реактор срабатывает автоматическое отключение реактора то есть происходят веерные отключения для того чтобы регулировать мощность так вот эти два новых реактора они имеют возможность быстрого реагирования мощностью то есть они могут снижать нагрузку точнее выходную мощность повышать эту выходную мощность очень оперативно в этом случае при наличии таких реакторов нет необходимости развивать вот эту тепловую генерацию гидрогенерацию и так далее вот вот о чем идет речь так что это фактически мы начинаем строить этими двумя реакторами мы начинаем строительство энергосистемы Украины нового поколения абсолютно нового поколения атомная энергетика которая не требует компенсационных мощностей это совсем другое слово в энергетике следующее у нас издание издание The Sun пришло к выводу что Украина уничтожит Крымский мост к середине июля вот такое не знаю почему наш генштаб у нас было несколько заявлений наших глав в основном спецслужб разведки из СБУ о том что Крымский мост будет уничтожен причем по моему если я не ошибаюсь оба руководителя заявляли что именно в двадцать четвертом году но что именно в июле тут газета The Sun решила по каким-то своим каналам они решили что это будет в середине июля было бы неплохо еще они написали бы дату когда чтобы мы уже точно знали когда нам готовится к обрушению Крымского моста но они даже посчитали количество ракет что для атаки требуется не менее двадцати сорока ракет и как только верхние конструкции моста будут разбиты ракетами необходимо атаковать его основание также к этой статье прикрепляется фото на котором план освобождения Крыма это же это же издание тоже опубликовало что как мы будем освобождать Крым скажу так что по ну по ракетам у нас это вопрос к нашим партнерам у нас нету собственных ракет мы ждем только мы живем за счет поставок наших стран партнеров что касается дронов надводных то тут надо отметить службу безопасности Украины у них два основных дрона это Сибэби и Мамай так вот помните мы объявляли сбор средств служба объявляла я в том числе объявлял сбор средств на дроны Сибэби что это будут новые дроны новое поколение да действительно СБУ презентовало этот дрон Сибэби абсолютно нового поколения стоимость этого дрона 8,5 миллионов гривен гривен при том что он способен топить корабли которые стоят миллиарды долларов долларов какая разница и особенность этого дрона состоит в том что у него корпус немагнитный то есть он невидимый для радиолокационных станций может брать до тонны взрывчатки и может дальность его дальность его действия тысячи больше тысячи около тысячи километров тысяча километров у него канал связи собственный и в любой точке акватории Черного моря получается так наш Сибэби может достать любой российский корабль ну как говорят специалисты достаточно пару сотен таких дронов и можно практически умножить на ноль весь Черноморский флот Российской Федерации где бы он ни находился в бухтах пришвартованных в море на боевом дежурстве даже так а я вам скажу что когда Сибэби ударили по опоре моста там было 850 килограмм взрывчатки и один только дрон попал они эту опору больше полугода ремонтировали восстанавливали ее несущую способность если парочка или десяток дронов ударит с тонны взрывчатки и срежут эту опору хотя бы по уровню воды то мост не будет подлежать восстановлению вот что очень важно так что ну не знаю верить газете The Sun приятная конечно для нас новость будем верить давайте верить в хорошее так что вешаем календарь начинаем отмечать дни до середины июля когда рухнет крымский мост и Крым станет действительно полуостровом крымским полуостровом и мы начнем операцию по освобождению по освобождению Крыма которая кстати идет уже полным ходом вот эти взрывы в Джанкое в Севастополе кстати сегодня трижды до в первой половине дня в обед третий раз закрывали крымский мост пускали задымление там у расистов отработанная схема они тут же перекрывают движение по мосту и пускают дымовую завесу думая что дымовая завеса спасет мост от попадания ракеты мол ракеты в дыму не рассмотрят где находится мост и не попадет в него вот так вот трижды сегодня над Джанкоем работало ПВО в Севастополе опять прогремели взрывы на военных объектах и мост опять был опять был закрыт и задымлен расистскими расистскими оккупантами вот такая вот там ситуация в Крыму ну а теперь конечно же наши заокеанские партнеры Соединенные Штаты пакет помощи Украины не было бы счастья да несчастье помогло действительно так оно в мире бывает активизировалась нижняя палата представителей Конгресса Соединенных Штатов все резко заговорили что надо срочно помогать Израилю соответственно параллельно с Израилем заговорили о том что и Украине надо было бы помочь тем более что мы просим этой помощи так вот говорят что Майк Джонсон спикер Нижней палаты Конгресс США он якобы договорился с Белым домом о том что на этой неделе он вынесет законопроект на голосование но тут есть один большой большущий подводный камень несмотря на то что есть заявление допустим председатель комитета по разведке палаты представителей республиканец Майк Тернер говорит что пакет помощи Украине будет на этой неделе и пройдет с подавляющим большинством голосов мы в этом не сомневаемся даже уже большинство республиканцев за то чтобы проголосовать за эти 61 миллиард помощи Украине плюс там 16 миллиардов Израиль чуть-чуть чуть меньше Тайвань и там был ну вроде как собирались убрать оттуда Индо-Тихоокеанский регион поддержка безопасности и самое главное что этот законопроект уже проголосован Сенатом то есть если в зал вносится именно тот законопроект который проголосовал Сенат и Нижняя Палата Конгресса голосует за него то до конца недели его подписывает президент США Джо Байден и дальше правительство сразу начинает финансировать выделять средства по этому законопроекту дальше пошла движуха Пентагон отгружает технику вооружения заявки все давно поданы согласованы деньги поступают Пентагон отгружает технику вооружения 30 миллиардов уходит военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов они начинают производство вооружений там уже Пентагон решает либо их в строй нам со строя и со складов поставки либо все с завода нам в строй это не важно и кстати лидер большинства в Сенате Чак Шумер тоже заявил что президент США Джо Байден и лидеры Конгресса достигли консенсуса по поводу помощи как Израилю так и Украине об этом сообщает ABC News но есть подводный камень как всегда вот этот Майк Джонсон вместе я так понимаю с Дональдом Трампом и маговцами его сторонниками Ярыми дело в том что подводный камень состоит в том что если будет в зал внесен новый новая версия документа а именно об этом говорил Майк Джонсон спикер что он хочет новый документ предварительно ожидается новая версия документа то вопрос зависает на целый месяц почему потому что если это новая версия документа то и она должна быть утверждена всеми профильными комитетами Конгресса Соединенных Штатов после чего она попадает в зал палаты представителей нижней палаты Конгресса там идут дебаты по этому вопросу потом идет голосование после чего она передается в Сенат там тоже его обсуждают потом голосуют потом Белый дом потом подписание в результате по оценке разных ну по оценке некоторых политологов американских внесение новой версии документа в зал Конгресса может затянуть решение этого вопроса на месяц как минимум на месяц они говорят раньше процедуру не обойти а может быть и больше вот такая вот у нас ситуация относительно военно-технической помощи нашей нашей стране и даже они видите даже Трампу все равно даже то что Израилю надо срочно помогать хотя я боюсь что они могут просто Израиль отцепить от нас так разбить это на два документа и просто голосовать отдельно Украину отдельно Израиль хотя надеюсь что Белый дом этого не допустит видите о чем-то договорились и кстати даже этот сам Майк Джонсон сказал что он ведет переговоры с Белым домом на предмет договоренности они торгуются кто за что кто кому чего и сколько вот так вот скажем чтобы именно проголосовать вот этот пакет помощи Украине ну и тут опять Эммануэль Макрон вышел со своими ну неугомонный человек скажем так не знает он уже куда себя приложить то войска он везде французские раздает и вводит то он идеи бросает там как всем надо жить Макрон выступил с предложением объявить перемирие нашей войне с 26 июля по 11 августа на время проведения Олимпийских игр в Париже а я сегодня думаю что тут надо ставить вопрос наверное с другой стороны надо международному Олимпийскому комитету а стоит ли проводить Олимпийские игры в ходе такой кровавой войны и такой большой угрозы терактов в ходе проведения этих соревнований или это проведение Олимпиады будет для галочки во первых как спортсмены будут между собой Россия Россия без флага без гимна без формы тоже будет участвовать нейтральные спортсмены будут из России и Беларуси участвовать в этой Олимпиаде каково там будет настроение на этих играх ну и главная угроза терактов что приводить при пустых стадионах тогда зачем какой смысл в этой Олимпиаде но вот Макрон надеется что весь мир подождет а они должны провести Олимпиаду я надеюсь что так не будет потому что Путин только об этом и мечтает это будет еще одна еще одна подачка Путину для того чтобы перегруппировать войска и с новой силой после окончания Олимпиады 11 августа с новой силой ринуть их в бой для захвата наших территорий надеюсь что так не будет Олаф Шольц прибыл в Пекин для встречи с Сидзипинем трехдневный визит очень большой визит по дипломатическим меркам тем более Олаф Шольц прилетел накануне большого турне которое собирается Сидзипинь посетить Европейский Союз страны Европы но он летит в Париж и потом будет еще в несколько стран Евросоюза где будет вести переговоры скорее всего что касается Украины ну у Германии и у Китая очень большие связи торговые что вы понимали в Китае есть несколько заводов Фольксвагена который даже выпускает отдельные модели машин для китайского рынка вот так что им есть о чем поговорить но тема нашей войны конечно же будет обсуждаться и я думаю что у Шольца очень важно как такому неформальному лидеру Европейского Союза им очень важно понимать позицию Китая в отношении и мирного плана и в отношении помощи Китая в этим самым Российской Федерации в войне как военными товарами так и товарами двойного назначения и так далее и тому подобное хотя в пользу и вот Шольц даже привез с собой представителей корпораций Сименс БМВ Мерседес Бенц и так далее ну я вам уже сказал про этот сам про Вольцваген сказал вот ну встречи будут и МИД Китая будет и премьер-министр Китая будет и Си Цзипин будет три дня сегодня визит продолжается я думаю завтра он закончится и мы будем уже знать какие-то интересы точнее какие-то результаты конечно большая часть вопросов особенно касающихся войны и мира и на фоне готовящегося уже даты даже объявили 15-16 июня готовящегося проведения форума в Швейцарии по формуле мира кстати очень такой ну я бы сказал опасный шаг с нашей стороны потому что гарантии того что форум удастся провести в 100% в нашу пользу сказать очень трудно на сегодняшний кстати Китай хотят чтобы Китай участвовал приглашают Китай на этот будут приглашать Китай на этот форум и вот тут очень важно знать позицию Си Цзипиня относительно этого относительно этого форума вот относительно формулы мира которую предлагает наша страна вынести на обсуждение этого форума кстати один китайский профессор в журнале За иконами разместил довольно оптимистичную статью в которой обосновал в 8 пунктах обосновал почему Украина победит в этой войне рекомендую прочтение очень хорошая статья короткая интересная 8 пунктов не будем сегодня ее цитировать так как новостей накопилось еще много и хочется добавить еще о том что Нидерланды выделили еще 4,4 миллиарда евро на помощь Украине до 2026 года об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов Сербия отказалась от российских истребителей то есть продолжает падать в рынок вооружений Рашистской Федерации и купит самолеты во Франции они решили дали предпочтение рассматривали рашистские истребители но в результате Сербия в обход всех договоренностей подпишет Франции крупнейшее в своей современной истории соглашение о поставках миражей для военно-воздушных сил Сербии ну и не можем не упомянуть о паводке которая продолжается в Рашистской Федерации сейчас Томск и Кемерово готовятся к приему большой воды там уровень воды уже ну в Кемерово больше пяти метров до критической отметки остается примерно столько же они могут повторить судьбу Орска и Оренбурга то есть эти города практически полностью затоплены на сегодняшний день и пока несмотря на то что в Орске начался постепенно там на около метра упала вода но затопление пока остальное стоит на месте но уже Томск и Кемерово принимают воду и она растет с катастрофической скоростью обоим городам грозит грозит по затоплению и там уже местные власти фактически объявили такой ну я бы сказал лозунг спасайся кто может губернатор Кемерово сказал уезжайте кто куда может к родственникам друзьям знакомым но чтобы не попасть в зону затопления вот такая вот информация накопилась за и количество новостей за прошедшие выходные я же на этом сегодняшний выпуск заканчиваю благодарю вас за ваше внимание ваше время что вы досмотрели до этого момента как всегда напоминает что подпишитесь и приглашаю подписаться на мой канал те кто еще не подписан и те кто смотрит это видео пожалуйста поставьте ему лайк для того чтобы его могли увидеть большее количество людей также напоминаю что юридическая консультация для военнослужащих и членов их семей с целью оказания помощи в юридическом сопровождении по решению любых вопросов касающихся военной службы прохождения выплат для военнослужащих и членов их семей пожалуйста реквизиты в описании к этому видео звоните обращайтесь заполняйте форму они перезвонят вам так что пользуйтесь я надеюсь они вам помогут также напоминаю что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и для производства дронов волонтерским фондом Незламни и Сердца для наших словетных бригад дроны как патроны их много не бывает так что кто сколько может продолжаем донатить к сожалению война продолжается поэтому враг еще на нашей земле и его надо уничтожать эти дроны в этом нам помогают от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем кто помогает моему каналу ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины перемога наша слава Украине